Всем здравствуйте! Сегодня 11 марта. На улице плюс один. Решил он пчел заснять. Откопал я их дня 4 назад. Правда пчеловоды опытные говорят рано. У нас еще холодно якобы. Вот этот улья у меня он весь открытый. Там семья погибла. Эти еще живут у меня. Надеюсь доживут. Там потом я кое-какой вроде как для себя вывод сделал о возможных причинах почему она погибла. Там была вторая семья которую поймал в сентябре буквально на 4-5 рамочек занимала. Не дозимовали. Погибли я думаю вот в январе последние морозы когда у нас под 40 градусов было. Эти живут. Так я крышку поднимал. Сейчас прикормки им туда подкормки вернее положил. Не знаю. Выживут они от нее тоже или не выживут. Навредил я им или делал. Доброе дело. Опыт покажет. Думаю доживут дней 15 еще осталось поди уже весна будет. Самая холодная. Сейчас на ночь вроде градусов 10 обещают. Приоткрыл он им там сейчас верхний. У меня было все полностью закрыто. Здесь вот так вот было закрыто. И этот был закрыт. Этот я им туда же открывал на солнышко. Они пытались вылазили. Первое время поставлю чуть-чуть. Так как причиной я считаю там вентиляция у меня никудышнее было в том улей. Еще семья слабовато. В этом семья сильнее была. Они доживают. Кважный звонок. Снега много. Причем короче вот я прикормку пытался делать. Типа тесто. И она почему-то такого цвета нехорошего получилось. Магазин. Магазинный был этот скажите я вам скажу. Магазинная сахарная пудра. Какого-то коричневого не коричневого цвета не понять. Сейчас у меня получилось беленькая. Нет, а пчела еще летает. Было короче у меня тут шифером вот так вот обставлено. И клеенкой закрыто. И снегом засыпано. И что-то я тут подумал что им либо там жарко либо не хватает вентиляции начал переживать. Ну навредил если для себя кое-какие выводы сделал. Если вот сейчас я их откопал и вентиляцию улучшил. Если выживут тоже для себя выводы сделаю. Ничем тоже надо учиться на каком-то опыте. Так что вот так вот. 11 марта если я не говорю. Еще, 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 еще. Ездили мы вчера с вороном в лес туда. Снегу там оказалось короче много. Чересчур я бы сказал. Конь у меня стоял невыездной у себя там в домике. С тех пор как я на нем вот тут по полю поездил. И все. Сил в нем накопилось много. Дури много. Снегу в лесу много. И результат вот на таких санях мы домой приехали. В общем нет у меня больше саней. Все разнес. Лес если. Ну отсюда видно он довольно таки густой. Деревьев там много. И коня у здоровья оказалось много. В общем кто думает о том брать не брать коня. Конечно брать. В нем столько силы. Даже по глубокому снегу через лес. Вот так вот мы приехали вчера домой. Есть конечно там небольшие травмы и ушибы у меня и у него. Но это как бы тоже не так уж и серьезно. Не знаю. То ли оторвать эту доску. То ли оставить. Сейчас центральная. Они были тяжелые сани. Вот с этой платформой деревянные доски. Толстые. Тяжелые были. Снега очень. Сейчас много ему местами по живот. Только в прыжках приходится протягивать. Ну вот так вот вчера очень некомфортно было. больно. Но ничего. Никто не говорил что будет легко когда я жеребца брал. Тем более он у меня застаивается сейчас. Рассчитывал что будет примерно так. Но я думал сани выдержат. Все таки поездку. Дров то я по них по многу грузил. Привозил. Ну а тут просто я был и лопата. На случай если забуксуем. Буксовали мы часто. Правда не копали. Преодолевали все потом с разгона. Ну вот так вот бывает. Главное не бояться и не расстраиваться дальше. Всяко может быть. Сани починим. Тем более скоро весна. Лето. Да да. Телегу было зимой готовить. Она тоже не приготовлена. Вот такая жизнь в деревне. Она еще и лопнула по сучку доска. В лес пока не езжу далеко. Где есть живность. Потому что вот вчера выехал. Просто снега нереально для животных. Косуля провалится наверное по самую грудь. И ей никуда не уйти будет. Тем более небольшая такая корочка кстати была. Вот так она сейчас чуть-чуть проваливается. Была чуть-чуть побольше. Тяжело зверю будет. Если сейчас таять не начнет недели за две. Настого если не возьмется то хорошо. Если возьмется и весна затянется то сороки с воронами будут радоваться. Давно такой зимы не было снежной. В лесу самое малое это по колено. Снега на дымы. Чуть ли не в пояс. Вот так вот. Вот такие пока новости. Ждем весну. Надеемся что пчелы будут у меня жить. Но если не будут жить то будем ловить новых. Будем делать выводы. Сейчас новую прикормку ложил. Мне кажется они будут жить. Они хорошие там. Ладно. Всем пока. До новых видео.